эфир. Я много лет в нем работала, и как бы, знаешь, когда ты уже привык, что не можешь ругаться, это другая немножко речь, потом ты приходишь на YouTube, и у тебя такая свобода, и ты говоришь как дома, как реально все говорят перед началом с нем, с операторами, и в общем за это YouTube полюбили, потому что это было трушное, я знаю, что ты знаешь, что я люблю это слово. Обожаю, как и ты. Ну, как бы вот это ощущение воздуха, что, блин, у тебя нет разницы, как ты сейчас поговорил за кадром с оператором и с редактором, закончил курить, сел в кадр, и так же говоришь. А вот как ты чувствуешь себя, когда ты человек, для которого мат в творчестве был супер важен, и многие пародии остаются важны до сих пор, были связаны с тем, что это классно, вкусно используешь, и тебя в другую среду берут на СТС, где ты там, ой, вы меня там условно, я не знаю, какими-то словами заменяешь, но ты идешь на большие компромиссы, получается, ради телевидения. Потому что я понимаю разницу аудитории, потому что я понимаю, что это, по сути, семейное шоу, это первое шоу, которое в захлеб смотрела моя дочь, семилетняя, уже семилетняя, тогда шестилетняя, и, конечно, есть какие-то вещи, которые мне бы хотелось, чтобы одна аудитория воспринимала и слушала, а для другой аудитории это не подходит. Опять же, я готов спорить с причинами, почему она им не подходит, но я принимаю правила игры. Вообще, да, мне кажется, что по-хорошему нам бы, как бы, всем расслабиться по этому вопросу и говорить то, как нам удобнее говорить. Но есть проект с определенной аудиторией на телеке, и если я в него иду, то я принимаю эти правила игры. Я пересмотрел свои цели, я пересмотрел, как бы это сейчас пафосно ни звучало, свою миссию. Мне казалось, что моя миссия в том, чтобы, значит, деконструировать там чьи-то образы и указывать людям на то, что вы посмотрите, какой этот человек, я сейчас там возьму какие-то вещи, укрупню их, и вы все это увидите, и скажут, бля, да, ничего себе, а мы об этом и не задумывались. А потом я понял, что, ну, может быть, ты что понял, а пришел к тому, что больше всего в жизни мне хочется просто смешить людей, мне хочется дарить людям приколы, мне хочется, чтобы они ржали, разъебывались, хохотали, тем более, когда, ну, мир временами просто идет по пизде, на мой взгляд. Так нужно людям иногда просто получить свои эндорфины именно за счет смеха и какого-то угара и жадничать какими-то появлениями, какими-то коллаборациями в этом плане абсолютно бессмысленно. Поэтому я начал намного больше появляться в каких-то роликах у каких-то ютуберов, которым бы я раньше и не пошел, например, просто коллаборировать больше. Это в целом отлично влияет на мою жизнь. У меня очень поднялась узнаваемость. Был момент, когда я был закрытым, потому что мне казалось, что так, надо вот по чуть-чуть это людям давать и разъебывать. А все, у меня нет цели разъебывать. У меня была цель доказать всем, что я пиздатый пародист, я это всем доказал, я считаю. И у меня была цель разъебывать конкретных персонажей. У меня больше этой цели нет. У меня есть цель... Спасибо.